Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Ольга. Второй день в областном центре проходит такой масштабный международный форум «Нефтегаз Сахалина-2023». Вы стали участником сегодняшнего второго дня, выступили только что на сессии. Поделились впечатлениями, а с каким докладом выступали, какие главные тезисы можете обозначить? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о том, что данный форум действительно является крупнейшей профессиональной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем энергетической отрасли. И отрадно видеть, что из года в год, во-первых, с одной стороны, повышается уровень проведения самого мероприятия, а во-вторых, те проблемы, которые обсуждались ранее, мы видим их осязаемое практически воплощение на территории Сахалинской области в контексте реализации тех или иных энергетических промышленных проектов. А, например? Ну, мы говорим о, конечно, развитии, прежде всего, энергетических проектов, то, что было вчера сказано, ту инфраструктуру, которая строится в рамках развития. Вы знаете, многие люди отмечают, как изменился сам город, особенно за последние 7-10 лет город действительно преобразился. Практически все вспоминали тот прекрасный аэропорт, который встречал всех гостей форума, и примеров очень много. То есть наглядное развитие не только, скажем так, промышленное, профессиональное, но и на уровне восприятия человеком, когда он приезжает в Южно-Сахалинск, налицо хорошее расцвел развитие. Поэтому с большим удовольствием лично я и, уверенно, и все другие гости приезжают на остров. Это действительно такой центр притяжения, обладающий магической силой для многих людей, которые когда-либо здесь очутились впервые. Поэтому, конечно, само мероприятие, как я уже сказал, является одним из крупнейших и одним из самых авторитетных, наверное, не только на Дальнем Востоке, но и в сфере энергетики в целом. Потому что есть возможность обменяться мнениями с коллегами, услышать позицию органов государственной власти, познакомиться с представителями проектных институтов, сверить часы, что называется, с коллегами, и узнать в целом актуальные тренды развития отрасли в целом. Поэтому большое спасибо за приглашение, с большим удовольствием принимаю участие. Мой сегодняшний доклад был посвящен Институту нефтегазовых технологических инициатив. Это относительно новая организация, которая была создана в 2020 году. Сначала по инициативе четырех энергетических компаний «Газпрома», «Газпромнефти», «Татнефти» и «Сибура». И сегодня объединяет 21 компания, 13 из России и 8 из рубежных. И это число постоянно увеличивается. В том числе увеличивается количество учредителей, которые переходят из состава наблюдателей в состав учредителей. Хотел бы отметить особо, что деятельность Института направлена на скорейшее достижение технологического суверенитета в энергетической отрасли. Сегодня руководством страны поставлена задача по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации в нефтегазовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам. Институт заинтересован в сотрудничестве с предприятиями, с производителями оборудования, в том числе из Сахалинской области, которые способны к написанию стандартов. Мы предлагаем коллегам принять участие в этой работе. В хорошем смысле стать законодателем моды в вопросах стандартизации, поскольку сегодня мы, по сути дела, работаем над созданием аналога API, American Petroleum Institute. Это общепризнанный сертифицирующий орган во всем мире, который, к сожалению, сегодня либо не выдает российским производителям сертификаты, либо даже отзывает. Есть и такие случаи. Поэтому для успешной реализации амбициозных энергетических проектов, которые сегодня есть у российских компаний, нам настоятельно необходима разработка собственной отечественной системы стандартизации. Это большая кропотливая работа, которая ведется совместно, как я уже отметил, с энергетическими компаниями. Причем очень важно, что это не только компании из России, так и с проектными институтами, скажем так, в широком диалоге с профессиональным и отраслевым сообществом. Что бы я еще хотел отметить, чем важен и полезен Инти и прохождение оценки соответствия в этом институте. Получив однажды оценку соответствия, иными словами, документами, в некоторых компаниях он называется сертификат, существует возможность бесшовной работы не только со всеми энергетическими компаниями в России, без необходимости повторного подтверждения опытно-промышленных испытаний, подтверждения качества и надежности оборудования, но и существует возможность выхода на высокотехнологичный энергетический рынок Ближнего Востока, рынки стран СНГ. Есть такое, на мой взгляд, яркое сравнение, что такое единый стандарт. Это как единая зарядка для телефона, которая подходит ко всем моделям. Вот если спроецировать эту логику на написание стандартов в нефтегазовой сфере, необходимо создать лучшие стандарты, которые будут базироваться на лучших практиках. Действительно, у нас есть накопленная инженерная база в стране, это наши ГОСТы, есть стандарты API, American Petroleum Institute, которые необходимо переосмыслить, переработать, что называется, дополнить нюансами российского производства. И мы сможем создать, верю, что мы сможем создать эффективную, безопасную, надежную систему стандартизации, возможно, которая станет лучшей в мире, не повысить этого слова. Поэтому мы приглашаем всех заинтересованных к этой работе. И, конечно, Сахалинская область, Сахалинские компании, поставщики уже имеют существенный опыт работы в энергетической сфере, поскольку Сахалинский шельф – это такая своего рода мекка нефтегазовая сфера, где отрабатываются, наверное, первые и самые сложные решения, которые касаются подводно-добычных комплексов, которые, это наш первый завод СПГ в России, был открыт именно здесь. Поэтому предприятие Сахалинского области, Дальнего Востока в целом, обладает уникальными компетенциями, которые могут быть очень востребованы именно в контексте развития отечественной системы стандартизации. И выступая сегодня на сессии, я как раз приглашал всех заинтересованных к такой совместной работе. Спасибо за такие солидные предложения, Алексей. Всего вам доброго. И, конечно же, успехов в реализации таких амбициозных планов. Спасибо, Ольга. До новых встреч.